Во-первых, Молдова нейтральное государство, и нам ни в коем случае нельзя ввязываться в геополитические бойни, либо не дай бог, чтобы нас использовал кто-то как геополитическое пушечное мясо, региональное пушечное мясо. Нам этого категорически не надо. Мы не должны позволить, чтобы нас использовали как пешек в региональной геополитической борьбе между Западом и Востоком. Это первое. Для того, чтобы этого не случилось, мы категорически не должны становиться частью каких-то военных блоков. Неважно, западных или восточных. Мы должны сохранить и укрепить, и международно обязательно получить признание международное этого нейтрального статуса. Это залог сохранения нашей государственности. Как только, не дай бог, мы идем в какой-то военный блок, Молдовы как государство не будет в довольно короткий период времени. Поэтому все попытки открыть здесь офис НАТО, затащить нас под какие-то программы НАТО, это в ущерб национальным интересам Республики Молдова. Конечно, есть определенные планы, я не говорю, что обязательно на уровне государства определенных, но есть, я знаю, что есть такие планы поставить границу НАТО по Днестру. То есть, урегулированная Приднестровская в сторону, пусть Приднестровье там будет, вы видели, уже, некоторые говорят, пусть независим будет. Почему это говорят? Потому что в этом случае есть шансы поставить границу НАТО по Днестру и затащить эту территорию вместе с Румынией в другую сторону. Я думаю, что такие планы у кого-то есть, я не исключаю, что они обсуждаются и с некоторыми представителями политических партий из Республики Молдова. Но моя позиция категорически против, я буду блокировать всеми возможными способами внедрения вот таких недальновидных для существования Республики Молдова планов. Продолжение следует...